Мы с Машей прямо сейчас продолжим тему еды и сердца. И еще гостей хороших. Пойдем, 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 пойдем и проверим, кто у нас там в углу стоит. Володя! Ура! Владимир Шабарин, шеф-кумар кафе-маркета правильного питания, потому что Владимир заботится о сердцах своих посетителей, клиентов и друзей из своем, да? Всех наших. Пепсик можно взять? Да, конечно, можно. Серьезно? Когда приходит Владимир, сразу смотрим, что на столе есть из знакомого. Персики, нож, цветочки, вода и клубника. А черная смородина? И черная смородина. Царица витамина С, чтобы был румянец на ли. Все верно, да. И термостатный йогурт. Термостатный йогурт и вот что? А что это такое? Это наш любимый сироп топинамбура. Мы все-таки там правильное питание, сахар не используем. Но мы команда, ты начинаешь, мы заканчиваем. Естественно. А я ем. Я ваш идеальный партнер. Мы сегодня готовим с вами смузи-бол. Это что такое? Что такое смузи-бол? Бол это мячик. А смузи? Смузи. Ну пусть будет так. Мама говорит, прочитай и узнаешь. Вот, мы с вами используем блендер. Мы с вами используем смесь орешков. У нас здесь какие орешки? Кедровые. И фисташки. Ну сыпем? Давай. Не, ну подожди, мы не возьмем, что такое смузи-бол. Это что-то... Это что-то такое круто. Нет, смузи-бол сейчас очень такая темка модная, типа там, везде на островах. Балансированный такой. Как можно из смузи сделать бол? А мы возьмем и положим, может быть, ложкой, вот так скажем. А, и бог с ним, с болом, да? Смузи-каша тогда. Смузи-каша, пусть будет так. Черную смородинку засыпаем. Так, все. Половинку оставим. Нет, оставим чуть-чуть для украшения. Да, еще сыпь, не жмись. Чуть-чуть оставь, хватит. А, ну, конечно, сам настращался. Да-да-да. Клубничка без чего? Без... Краечка. Сахара. Да-да-да, ну и без сахара. Бросайки. Давай буду помогать. Давайте, естественно. Как раз пей ее всю или... Оставь в одну штучку, чтобы сверху положить, чтобы было видно, из чего. О, да, в чем фишечка смузи-бола? В том, чтобы украшать их тем, из чего они состоят. Ой, ой. Чтобы украшать тем, из чего состоят. То есть у нас есть смородина, есть клубничка. Оставили. Оставили. Немножечко тало-ледниковое, естественно. Прямо с ледников? Ну, естественно. Давай, а, чушки. Вот это да. Сколько? Да чуть-чуть. Все, хватит. Все. О, правда? Конечно. Ледниками помнилось. Сейчас посмотрим по консистенции. Йогурт термостатный наш. Так, а его сколько нужно? Весь. А, я тогда и не буду. Украшать не будем йогуртом, сто процентов. Ну, да. Давайте, давайте. Все, все, сейчас сделаем. Персик добавим? Ну, так Маша его съела. А, второй, пожалуйста. А, украшать? Половинку добавим, половинку оставим. Давай. Прям дерзко. Можешь дерзко? Я могу дерзко. Испачкать даже свой наряд, да? Он не может дерзко. У нас здесь куча ножей. Да, действительно. Так, Маша, отодвинем. Вон что наш. Еще пока не готовый смузи-болл. Красивый. Да. Вот такая замедленная съемочка. А ты разполаги, пожалуйста. А я вот так сделаю, смотри. Как там Ольга Бузова поет? Ну, конечно. Почему бы и нет? Это профессионализм. А мне кажется, разломать. Просто подумать же можно. Слушай, ты на что намекаешь? Я просто говорю. Ты мне сказал пополам разломаться. Была проверка, проверка. Так, ну что? Ну ты же понимаешь, да? Естественно. Мы все понимаем, здесь спрячем лишнее. Давай. Надеюсь, тебе... Закрываем. Закрываем. Надеюсь, тебе страшно. Ну немножечко, да. Закрываем. Опа, какая штучка. Закрываем. Ни на мыслях. Почему? Хорошо, я когда-то про бабушек говорил, да? Подожди, а вот сюда ничего мы не будем вставлять? Сюда уже вставлено только нужно. Хорошо. Здесь такая невидимая волна. Хорошо. Так, врубаем наш блендер. И измельчаем. А-а-а! Ох, че? О, да! Оставим маленькие кусочки, давайте? Давайте, чтобы в зубах застревали. Все верно. Обязательно. Нам же продолжать вести нашу передачу. Сейчас мы будем улыбаться. Так. Теперь легким движением руки. Угу. Клубничку мы, знаете, что сделаем? Давайте немножко как-нибудь порежем красивенько. Есть идеи? Есть. Я тебе не верю больше. Поломаешь пополам. Ладно. Я тебе не верю, да? Ага. Давай. Тонкими? Как нравится, как улыбается? Не верь ему, Нина. Да, Вов, это я спросила. Прекрасно вообще, идеальная нарезка. Маша, скажи ты, я ему не верю, потому что он сейчас скажет опять что-то. Красиво получилось. Прекрасно, конечно, прекрасно. Но, как говорится, совершенству нет предела. А я знала, что будет но. Вот, пожалуйста, идеальные момтики клубники. Да. Ой, красиво, как сироп. А сахарку добавим, сладости немножко забыли, да? А, сироп топинамбура, точно, конечно. Забыли. Послазче или так себе? Так себе. Лейте. Так себе, Ленина. Хватит. Чуть-чуть, чуть-чуть. А мне кажется, что ягодки и так сладкие. Зачем топинамбуру? Ну, будет круче. Сапинамбур, а что натуральный пребиотик? Ну, классное название еще, понимаешь? Классное, но на самом деле он более полезен, чем сахар. Ни грамма сахара. Ты даже не дослушал, что я тебя спрошу, и сразу, конечно. Я знал, что скажешь, знакомая история. Многие спрашивают, лучше, чем сахар или нет. Нет, я хотела спросить, он полезнее, чем клубника? Конечно. Серьезно? Натуральный пребиотик, так сказать. Так это же глюкоза там, да? Не грамма глюкозы. А что там? Там секретный ингредиент. Вот это ты всегда так делаешь. Так, вливаем, вводим. Давай яймай. Давай яймай. Давай. Профессионал. А какой-то нитрата-та, я вам скажу. Нормально, нормально. Весь выливает? Конечно, мы же для себя любимых. Конечно, с горкой. Я предлагаю раз для себя еще вышкрепсти. Да, вот этой лорочкой. Вот этой. Или пальцами, смотри. Да, мы можем попробовать. Так, помоги, пожалуйста. Хоть что-нибудь ты можешь сделать, пожалуйста, вовс? Конечно. Как-то я, знаете, все время на кухне говорю, Африка голодает, а мы выбрасываем. Это точно. Поэтому... Как красиво. Не знаю, вкусно ли, но красиво. Ну так, я могу забрать с собой. Нет. Теперь что мы делаем? Помните, я говорил, да, украшаем то, что состоит? Ягодки, смородинка, клубничка. Прямо как нравится. Серьезно? Орежка. Конечно. Мы проявляем свою творческую натур. Когда я ягодка. Давай. Черная смородина. Угу. Ягодками. Давай. А подожди, они провалились. Ничего страшного. Ну нет, мы-то знаем, что они там. Можно все, да? Да, конечно, можно. Мы же для себя делаем. Да, вот так вот прям мы, да, вот. Клубничка. Серьезно, красиво. А я? Цветочками. Будут цветочки. Давай, Анюшка, персико резану. Давай, резани. Там одна. Это на все. На потом. Гонишь, вспомнишь. А-а-а. Как красиво. А что это такое? Это фиолетовые, это колокольчики. Так. А-а-а, как красиво. Желтые, это чернобрывцы. Чернобрывцы? Чернобрывцы. Чернобрывцы. Ну, просто смешно звучит. Да. Они все съедобные, естественно. Так, украшаем. Правиляй художественную свою натурку. У меня очень художественная натурка. Вообще не сомневаюсь. Посмотри. Свободное падение. Так круче. Так, хорошо. О, сразу цвета оранжевый. Красиво. Розовенький. Красиво. Конечно, красиво. И все съедобно. Так, хорошо. Термостатный йогурт чем-то можно заменить? В принципе, любой с жижей. Кефир можно? Сот, кефир, молоко, кокосовое, рисовое, соевое. Что улыбается вообще? Любой с жижей. Ну, вообще. Так, а добавлять ингредиенты мы тоже можем пожелать? Конечно же. Это, главное, сам смысл. Все добавили, закрыли крышечкой. А с цитрусовыми можно что-то сделать? Можно апельсин добавить, можно добавить лимон, лайм. Почему мы закрыли крышечки? Ты что, с собой собрался забрать? Ну, вообще, да. Нет, у нас обязательно зритель должен смотреть, что мы делаем. Обязательно должен смотреть, как мы это пробуем. А то, мало ли что. А вдруг ты пластиковое все принес? Ну, вообще-то да. Маша, держи. Сейчас спалите, да? Итак, сейчас дегустация. Естественно. Слушай. Главное, красивый цвет. Сладенько. Но вкусно? Нет. Но вкусно. Ну, потому что я немножко добавила топинабра. Все в меру, конечно же. Очень вкусно. Вов, вот мы за кадром перед съемками с тобой разговаривали. Мы спросили у тебя, что такое камбуча. Как громко звучит. И ты, конечно, уничтожил нас просто. Сказал, что вы устаревшие вообще модели человека. Расскажи, пожалуйста, нашим телезрителям, что такое камбуча и чем же она так популярна сейчас? Чайный гриб. В детстве все пили, помните, да? О, боже. Там штучка такая. Вонючая. Не вонючая, она приятно пахнет. Она заваривается на чай, там вся история. Стоит дней 8-10. Затем, естественно, ее проливают и используют как натуральную, чтобы пить. Бить сушняк, так сказать. Я не должен сказать. Понятно. Потому что ты все правильно сказал. Очень вкусно. А что еще можно из него сделать? Что-то можно? С чайного гриба? Да. Я делаю окрошку. Салат, можно? Он такой газировенький, как вас. А можно салат из самого гриба? Ну, можно, но что будет потом? Не знаю. Ну, я тоже не знаю, не хочу рисковать. Подожди, окрошку, чайным грибом. А вообще, если, допустим, выбирать сыворотку или кефир, что-то? Ну, я люблю... Нет, или квас, квас. Видишь, у нас такая темка, типа сыроедческая, поэтому мы делаем на камбуче. Ты всегда говоришь о себе во множественном числе. Как будто бы рядом с тобой кто-то и остается. Ну, вообще, тут мои невидимые друзья. И невидимая корона. Вот такая. Да, конечно, ага. Вова, спасибо тебе огромное. Это реально очень вкусно. Наши руки не за скушки. Свежо. Вот, посмотрите. У нас же как раз на прошлой неделе был день грязных ладошек. Отмечаем мы его. Сейчас, почему бы нет. Мы любим всякие праздники отмечать даже с опозданием. Да, друзья, если вдруг что-то пропустили или не запомнили рецепт, или просто хотите еще раз посмотреть на Вову, что более вероятно, заходите на сайт нашего телеканала Кубань24.TV. Прямо сейчас факты спорт, факты погоды, просто факты. А потом вернемся и узнаем, почему лениться, брониться и есть в постели полезно.